Я думаю, что это будет какой-то талисман вашей химии, будете передавать своим детям. Они с гордостью носят эти футболки. У каждого свой герой Великой Отечественной войны. Среди погибших бойцов и участники спецоперации. Ученики 52-го лицея и их родители – активные участники акции «Белые журавли». Впервые ее провели ветераны ФСБ из Алтайского края еще 10 лет назад. Возникла идея, что на футболках на белых изобразить, перефотографировать участников Великой Отечественной войны, которые воевали в Отечественную войну и потом служили в нашем управлении. Ну а поскольку мы дружим с 52-й школой, то, конечно, подключили к этому школьников. Изначально было не так много фотографий, а затем стали заниматься тем, что школе у школьников разыскивать или заниматься поиском через интернет. Отдали родственников близких, тех, кто воевал. Прошло время, и к «Белым журавлям» присоединились сотни человек. Это очень правильное дело, которое нужно, конечно же, продолжать. В моей семье тоже есть герои, которых мы помним. Например, Сухарев Геннадий Тимофеевич прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся живым. Через эту акцию сохраняется история нашей Великой Победы. Я бы хотел, уважаемые дети, воспитанники, ученики, вам сказать огромное спасибо, что вы продолжаете эту историю, чтите эту память. Все мы вместе вспоминаем поколение героев, поколение победителей, тех людей, благодаря которым мы живы. Благодаря их подвигу сохранена территориальная целостность, независимость, свобода нашей страны. И уже традиционно 9 мая участники акции «Белые журавли» наденут футболки с изображениями своих героев и примут участие в забеге к кольцу победы. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.